Морозы, которые в какой-то степени сдерживали распространение вирусов, в выходные сменятся очередной погодной аномалией. На этот раз оттепелью. В субботу и воскресенье циклон принесет слякотную погоду. Возможно, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Среднесуточная температура воздуха в эти дни ожидается на 10-12 градусов выше нормы. Впрочем, по предварительным прогнозам синоптиков, трескучих морозов не предвидится и в феврале. Январь 2016 как рекордный по количеству выпавших осадков. Нынешний январь стал самым снежным за всю историю метеонаблюдения в Ишкар-Але. В городе выпало более 60 миллиметров осадков. Рекорд 1979 года превзойден. Еще в декабре это казалось невозможным, ведь Новый год мы встречали всего с двумя сантиметрами снежного покрова. А сегодня этот показатель составил уже 48 сантиметров. То есть практически весь снег за окном выпал буквально за три недели. Отличился январь и резкими перепадами температурного фона. Единственное, чего в нем не было, так это оттепелей. Было необычным в этом году. Были у нас и морозы, особенно это в первые новогодние праздники и в конце вот сейчас проходящего уже месяца температура понижалась до 25-32 градусов мороза. Но январь был характеризовался еще частыми выходами южных и атлантических циклонов, которые обуславливали в наших районах и снегобады, и резкое повышение температуры в среднем на 10-15 градусов, и метели, и сильные ветра. В целом температура в среднем окажется за январь в пределах норм, местами на 1 градус выше нормы. Осадков выпадет 2-3 месячные нормы. Впрочем, самое время порассуждать о феврале. Что интересно, в Древней Руси существовало 4 названия этого месяца. Самый распространенный – лютень, что означало, что в начале месяца еще стоят лютые морозы, а после начинает пригревать солнце. В целом, так оно и есть. Этот месяц – календарная граница между весной и зимой. Продолжительность дня в феврале возрастает на 2 часа. В феврале самая низкая температура была минус 44 градуса. Это было 8 февраля 1976 года. Но самая высокая температура, плюс 7 градусов, была в прошлом году, 25 февраля. Еще хочу сказать, что февраль уже теплее, января на 1 градус. И 10 февраля уже температура воздуха, как правило, начинает повышаться. То есть, если до 10 февраля она еще понижается среднесуточно, то уже вот эта граница, когда уже идет на повышение. Хотя, по словам синоптиков, расслабляться и убирать лопаты и щетки для чистки автомобилей еще рано. В течение февраля продолжается нарастание снежного покрова, а сугробы достигают самой большой величины. Так, самый снежный февраль наблюдался в 1966 году. Тогда высота снежного покрова составила около 80 сантиметров. Напротив, самым малоснежным стал 1937 год. Тогда снега в республике было всего 11 сантиметров. А каким станет февраль 2016 года? По прогнозу Гидрометцентра России, февраль ожидается в пределах нормы как по осадкам, так и по температуре. То есть, если первые декады февраля ожидается выше нормы, в среднем на 5-10 градусов, у нас сейчас температурный режим такой вот ожидается, то, возможно, следующая половина февраля, может быть, температура быть пониже. Если вспомнить февраль прошлого года, то у нас также были контрасты, и температура понижалась в отдельные дни до 32 градусов мороза. Эта ситуация напоминает начало февраля прошлого года, когда за пять дней снежные сугробы в городе выросли на 24 сантиметра. Судя по предварительным прогнозам, к концу следующей недели циклоны оставят нас в покое, и примерно с 7 февраля установится очень комфортная для зимы сухая солнечная погода с температурой воздуха от 5 до 10 градусов мороза, которая с незначительными переменами продлится весь последний месяц календарной зимы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова